11 августа 1942 год. 416 день войны. Последний день в Ленинграде. Прощался с городом, прощался со сфинксами. Пустынно на набережной. Утром от нашего дома до академии на встречу попалось не больше трех человек. Военный и две женщины на плечах. Пронесли гроб. На службе обходил хранилище с глубоким волнующим чувством. На время или навсегда их оставляю. Дома суматоха. Как всегда еще много не собрано. 4 часа, а в 7 часов приедет автобус за вещами и за нами. Этим заканчиваются подневные записки Георгия Алексеевича Князева в осажденном Ленинграде. Потом была трудная эвакуация обезножившего и ослабевшего блокадника и его преданной жены. И снова возвращение в Ленинград к своей работе в архиве. Князев завершил свой жизненный путь в том же доме с окнами на него и сфинксов. На стенах которого 27 мемориальных досок с именами выдающихся петербуржцев, петроградцев, ленинградцев. Среди фотографий в семейных альбомах Марии Федоровны Князевой мы увидели групповую. Работники послевоенного архива Академии наук СССР. Новые и прежние, кто выжил, сотрудники Георгия Алексеевича. Старых, переживших блокаду, не выделишь по каким-то особенным признакам. Угадываешь, но не наверняка. Оказалось бы, должно сразу на лицах, выражении глаз, читаться. Эти пережили, эти узнали, эти блокадники. Когда Александр Митрофанович Черников называл нам фамилии, знакомые по записям Князева, многое никак не совпадало. Этот, такой уверенный, уравновешенный с виду, все время плакал. А эта, красивая, полная, могла напоминать взъерошенную, голодную кошку. А эта, женщина такая щупленькая. И еще вот эта. На нее внимания не обратил бы. Это они сами полутрупы. Волокли на саночках через весь город этого благополучного с виду мужчину, который тогда был безнадежным дистрофиком. Они бывшие блокадники. Невидимками ходят по городу. Мы их не узнаем. Разве что по возрасту и облику иногда догадываемся. А они нас видят. Среди наших магнитофонных записей хранится и этот твой живой голос. Один из сотен. У меня домик есть под Новгородом. Старый, купленный. Вот такая богатая. Я работала. Купили домик старенький. Утром встаю. Никого никогда не осуждаю. За рукав никто не тянет. Иду, куда хочу. Куда сегодня пошла? Пошла из церкви на Марсово поле. Потом в церковь спаса на крови. На канал Грибоедова. Постояла у больницы, где погиб мальчик. Стояла у Казанского собора, где умерла моя сестра, оставив ребенка. И пешком пошла по Невскому. И смотрела всем в глаза. Не встречу ли кого-нибудь? Нет. А только видела, что несут громадные сетки апельсинов. Иду дальше. Она идет дальше в толпе прохожих. Ее уже не узнать, не выделить. Блокадник, блокадницы. Их все меньше. Все реже они вспоминают, рассказывают. Внуки и те уже взрослые. Они родились спустя много лет после войны. Они не застали ни одного разрушенного дома. Все восстановлено. Доты давно разобраны. Выбоины от осколов замазаны, заштукатурены. Чтобы ознакомить с войной блокадой школьников, водят в музей города. Там выделены два зала. Блокада вошла в число прочих исторических событий. Народовольцы, революция, гражданская война, прокладка метро, застройка окраин. Дочери сыновья, те еще помнят. Хотя часто и не знают подробностей, как все было с ними. Как они живы остались.